Привет! Как дела? Сегодня я расскажу, как мы с мамой и с братом в марте 2013 года ездили в город Йорк. Я уже рассказывала, что брат часто возил нас в путешествия по Англии, по Великобритании. И вот в марте 2013 года мы сели в автомобиль и поехали в Шотландию, в город Глазго, а по пути заехали в город Йорк. Трасса между Лондоном и Йорком составляет 337 километров. Мы выехали рано, но так как брат любил гулять по паркам, он заехал в региональный парк Ли-Ва-Ли. Показать нам часть этого парка и насладиться природой и погодой. Так как погода стояла солнечная, мы решили немножко погулять по парку и там прихватили какой-то городок. Кстати, я сняла в этом городе уточек и такая рядом церквушка стояла. Какое-то ощущение весны я увидела в этих кадрах и решила снять, как поют птицы, как светит солнце. И вот какой-то такой неуловимый кусочек счастья хочу передать вам. Вот, пожалуйста, смотрите. Приехав в Йорк, мы где-то припарковались в центре города и первой достопримечательностью, которую мы посетили, была крепость. Мы забрались наверх, но внутрь не попали. Не помню почему, в общем, мы просто решили сфотографироваться на высоте этой крепости. После этого я еще немножко повалялась там в нарциссах. В это время в Англии, я уже говорила, распускается огромное количество цветов. И вот на склонах этой крепости расцвели желтые нарциссы. Итак, в Йорк мы приехали уже где-то в середине дня, во второй половине даже дня. И нам удалось немного погулять по нему, посмотреть его красивые исторические места, достопримечательности, увидеть его кафедральный собор, вот эти вот развалины старого замка. И немного прогулявшись по городу, мы уже стали искать ночлег. И так как брат не бронировал заранее отель, он стал обзванивать. И так же, как и в Дорсете, если помните, я вам недавно рассказывала, смотрите в этом ролике, мы очень долго не могли найти отель. Ну, конечно, искали потешевле. Брат тогда тоже только начал работать в хорошей компании. И за троих платить было очень тяжело. Я на тот момент ему в оплате наших поездок не помогала. И так как ему приходилось платить и за дорогу, и за проживание, и за питание, абсолютно за все, ну, как бы в качестве подарка на 8 марта. Он искал, естественно, подешевле, но дешевле уже ничего не могли найти. То ли там отелей очень мало, то ли там уже все было забронировано. Хотя вроде бы как март месяц. Кто туда едет в это время года? В итоге мы нашли один гестхаус под Йорком. Туда еще километров 30, по-моему, надо было ехать. И мы решили поехать и уже заселиться. А утром рано встали и поехали изучать Йорк. Итак, что же из себя представляет город Йорк? Йорк – это один из красивейших и древнейших городов Англии. Это главный город-градство Северный Йоркшир. Первые поселения в этих местах были основаны еще римлянами в первом веке нашей эры. Как сказал король Георк VI, история Йорка – это история Англии. Вплоть до индустриальной революции XIX века Йорк считался вторым по значимости городом в Великобритании после Лондона. Он играл центральную роль в британской истории во времена римлян, саксов и викингов. Кстати, в честь него был назван американский Нью-Йорк. Этот город дает ощущение спокойствия, стабильности. Так здесь жили многие века. Величественные здания, старинные замки, узкие улочки, мощеные крепостные стены хранят здесь атмосферу средневековья и какой-то тайны. Важные неторопливые гуси на дорогах, запряженные в кареты лошади с кучерами в цилиндрах и огромное количество уютных пабов. Как заметил один местный житель, ты можешь каждый день менять паб в Йорке, но за год ты не обойдешь абсолютно все пабы города. Прямо через центр города несет свои холодные воды река Ус. Мы прогулялись по набережной вдоль этой реки, увидели много интересных прогулочных корабликов. Прямо Петербург напомнило. Вдоль всей набережной стоит огромное количество корабликов. Правда, днище у них красное и это реально привлекает внимание, потому что среди серого города хоть какое-то яркое пятно. Для меня это сразу такой вау, надо сфотографировать. Потом мы пересекли интересный красивый мост, на фонарях которого были изображены фигурки Девы Марии и еще каких-то библейских персонажей. Именно этими фигурками мне и запомнился этот мост. Я вообще очень люблю рассматривать фонари и различные чугунные оградки. Все это, естественно, сфотографировать обязательно. И вот именно этим мостом, наверное, больше всего мне и запомнился город Йорк. Ну а самой главной достопримечательностью этого города является огромный, красивейший кафедральный собор. Внутрь мы не попали, до него надо было очень долго идти, а времени у нас не было. Но мы увидели, и я смогла сделать несколько снимков. Из какого-то магазина, по-моему, это был Джон Льюис, с верхнего этажа мы зашли туда покушать. Там открывается огромная, красивая панорама на абсолютно весь город. И именно там, можно так сказать, находится обзорная площадка города Йорк. Этот готический кафедральный собор строили более 400 лет. Он славится своими огромными красивыми витражами, а также органом, который состоит из 5300 труб. Также в Йорке сохранилось около 5 километров крепостных стен, защищавших город от атак. Они почти полностью опоясывают территорию старого города. Эти стены имеют несколько ворот, около которых в древние времена выставлялись головы казненных людей. По поверхности этих стен можно даже совершить прогулку и посмотреть город с высоты крепости. Но так как там очень узкая дорога, буквально 1 метр шириной, и никакого ограждения нет, мы побоялись пойти туда, потому что можно свалиться. Не знаю, кстати, интересно, кто-нибудь когда-нибудь сваливался, но высота достаточно приличная. И поэтому, ну не знаю, с мамой, ну втроем как бы тесно уже идти по этим стенам, и непонятно где и как там можно будет спуститься, как расходиться со встречными людьми. То есть страшновато гулять на высоте 5 метров на открытой трассе без каких-либо ограждений. В центре города мы посетили развалины старинного аббатства, там расцвело огромное количество крокусов, и находится какой-то парк. Ну мы полазили там по этим камням, по этим развалинам, погуляли по этому парку. По-моему, там находится еще музей Йорка или галерея картинная. Но мы туда не пошли, так как вход мы проверили был платный и, по-моему, очень дорого стоил. Ну а так как в Англии находится огромное количество бесплатных музеев, мы решили пойти в бесплатные места. И так как у нас не было времени, мы запланировали сходить еще в музей железных дорог. Мы решили двинуться туда. Этот музей находится рядом с железнодорожным вокзалом. Вход туда бесплатный. Правда, пришлось простоять некоторое время, так как туда была очередь. Итак, что же находится в этом музее? С 19 века Йорк считался важным узлом сети железных дорог. Наверное, поэтому в нем находится крупнейший в мире британский национальный железнодорожный музей с 300-летней историей. Одних только локомотивов в нем собрано более 50 штук. Это и самый быстрый в мире паровоз Маллард, развивший в 1938 году скорость 203 км в час. Это и летучий шотландец, поезд, курсирующий по маршруту Лондон-Эдинбург с 1862 года. Это и вагоны, в которых ездили королева Виктория и Елизавета II. В музее также представлена огромная коллекция сигнального оборудования, плакатов, билетиков, семафоров, табличек, чертежей, моделей поездов и формы железнодорожников. Все экспонаты музея либо созданы в Великобритании, либо курсировали по ее железным дорогам. Здесь можно увидеть вращение локомотивов на поворотных площадках, театральные программы об истории железной дороги, а дети могут покататься на небольшом реальном паровозе. Кроме того, там можно зайти в современные вагоны, погулять по старинным поездам, увидеть огромное количество разнообразного багажа и атрибутов железной дороги. Когда мы с братом проходили такую экспозицию из горы чемоданов, там еще какие-то теннисные ракетки старинные лежали, брат решил пошутить и говорит, смотри какая тут древняя конструкция, давай-ка обновим ее и сделаем небольшой апдейт. И положил туда свой айфон. Говорит, давай понаблюдаем за людьми, что они будут делать. Ведь это же все-таки историческая реконструкция багажа, а тут лежит айфон. Ну, мы положили, немножечко подождали, посмотрели, но, к сожалению, на тот момент никто мимо не проходил. Она надо было двигаться дальше, но зато я успела сделать пару фоток, и мы реально посмеялись с ним над этой ситуацией. Потом мы зашли в современный поезд, там посидели, тоже мама нас сфотографировала. И на этом наше путешествие по Йорку закончилось. Мы сели в машину и поехали дальше в Глазго. О путешествии в Глазго я расскажу немножечко попозже. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч!